друзья здравствуйте сегодня поговорим об эгрегорах и их анатомии вообще когда мы касаемся анатомии эгрегоров вообще нужно разобраться что такое эгрегор потому что но люди как думают что это вот какой то там например если мы говорим о христианстве стоит какой-нибудь дядечка там на облаках как это представляется в писании да мы можем бога наделить антропоморфностью но чаще всего это именно психополе у всего есть психополе у семьи из состоящих хотя бы из двух людей есть психополе тот же самый эгрегор у профессионального направления учителя полицейские там в общем госслужащие работники торговли и так далее то есть например шахматисты спортсмены это все тоже эгрегоры эгрегор денег эгрегор религиозный и все эти эгрегоры это психополя вот как это все представить меня спрашивают где это все находится все это находится над местностями вот представьте себе что все есть энергия и все вернее так все есть эфир и вращение вращение это спин потому что математики физики называется спином ну и соответственно для того чтобы произошло некое обличение той или иной формы вот этот спин и определяет соответствующее проявление материализацию человека растения животного там явления все есть эфир и все есть вращение так вот когда мы начинаем излучать эфир то есть наши мысли чувства идеи так далее да вы все это начинаем излучать это начинает создавать сродственные потенциалы которые над излучателями формируется то есть у каждой местности свой эгрегор другое дело что есть искусственно созданные эгрегоры но к ним можно первую очередь отнести эгрегоры религиозные потому что большинство религиозных эгрегоров они за уши притянуты ну то есть получается что на уровне человечества есть некие якобы гомонические правила нормы которые сейчас являются устоявшимися закономерными но с точки зрения космической жизни являются нонсенсом ну то есть это дичь ну простым языком так вот давайте разбираться в чем же у нас заключается та самая дичь искусственных эгрегоров потому что неестественные эгрегоры например лес лес тоже имеет свой эгрегор потому что деревья они такие живые как и все мы и везде происходит излучение того самого потенциала который и формирует поле благоухание красоты зелени и всего что связано с этим ну и так далее да то есть мы все эти моменты знаем а вот искусственные вот эти психополя они созданы по образу и подобию того или той группы до который его искусственно создавала для какой-то цели то есть искусственные том числе и особенно они религиозные эгрегоры они выполняют определенную функцию когда вы смотрите на любой эгрегор и задаете вопрос на что я смотрю то есть какую функциональную нагрузку несет в себе тот или иной эгрегор и вам раскрывается знание и вы начинаете понимать что перед вами кто перед нами давайте разбираться я уже сказала что всегда все бывает по образу подобию не бывает так что появляется некое явление которое ни с связано причина следственные связи они есть всегда всегда и если они есть то сразу встает вопрос в чем же причина то есть как это все работает вот смотрите у нас круги кровообращения у нас три круга кровообращения на свинозная артериальная кровь и велезия в круг еще есть круги кровообращения которых современные медики ни сном ни духом потому что нам еще в середине где-то 17 века стали активно подчищать книжечки у нас выкинули кучу желез там которые сейчас на орте не изучается много чего еще вот это вот всего полезного так вот мы видим что у нас есть круги кровообращения правда у нас и что-то вниз и что-то вверх так условно будем самым простым языком говорить то есть мы не все время не посылаем там в руки в ноги кровь а наоборот кровь пришла и кровь поднялась кровь спустилась кровь поднялась образуется круг понимаете вот а если мы смотрим на любые эгрегоры то что мы видим вот что развито в современных эгрегорах например религиозного толка нам говорят проси и будет тебе да да будет тебе по твоим желаниям потому как ты просишь и это попрошайничество настолько развито это просто волосы даже мои длинные не встают дыбом потому что попрошайничество это значит что я несчастный ни на что не способный я прошу не направление да а вот чтобы у меня это случилось крепкое здоровье че толку человек печени когда в жизни не чистил спортом не занимался а вот дай ему это крепкое здоровье хорошо или например пусть у моих детей все будет хорошо а что ты сделал такого что у твоих детей нехорошо или у тебя да то есть надо задуматься потому что всему есть причинно-следственные связи так просто не бывает потому что любая проблема рождается от отсутствия безупречности а что такое безупречность не делай другому того чего он не хочет чтобы с им сделали или ему сделали да правильно окончание то есть если вы видите человека и он не хочет чтобы ему что-то вот такое сделали не надо пробивать это все постарайтесь по-человечески по божественному отнестись к его существованию даже если вы считаете несовершенным там неумным некрасивым там еще там каким-то он имеет право быть таким как он есть а мы начинаем навязываться и вот вот это попрошайничество она все зиждется на отсутствие совершенства внутреннего то мы будем называть его безупречность и получается мы наносим обиды другим людям и входим с ними в те контакты которые нас обестачивают но мы приходим в церковь любую да неважно какую неважно в каком религиозном толке и дай мне вы представьте к вам приходят дети и говорят а им по 40 на и говорят мам пап дай нам там чего-нибудь и вы думаете о вот это да дожились то есть как я тебя растил как я тебя воспитывал как я тебя холил лелею и как же так получилось что я тебе не дал инструменты для того чтобы ты вот это то что ты у меня просишь сам не нашел то есть вот это попрошайничество сделали нормой а потом мы удивляемся почему мы так живем потому что надо понимать что если вы что-то просите по закону сохранения энергии у вас обязательно что-нибудь отберут потому что негласно вот смотрите если кто читал библию внимательно да например тут читала со слова и понимает что там не все так просто что если ты что-то берешь то однозначно ты будешь отдавать а у нас же как проси да будет тебе только люди не понимают что они будут отдавать а чем это что возьмет и григорь что он возьмет то и будет в недостатке после этого поэтому друзья мои все кто попрошайничает и говорит в мироздании дай мне дай мне дай мне дай мне все эти вот эти попрошайки я не осуждаю я просто вам объясняю как механизм работает потому что нам попрошайничество внедрили для того чтобы мы про лям зиме потеряли свою судьбу это тот механизм который придуман системы для того чтобы мы потеряли себя причем потеряли на простые ситуации которые нам по силу решить то есть мы половину из того чего мы просим мы можем вот так сами сделать но мы начинаем попрошайничать и систему мироздания или у григоров с которым мы связались он дает но под шумок потому что закон сохранения энергии он говорит о том что сколько у было столько и прибыло сколько прибыло столько же и угла почему да это не выгодно системе озвучивать то что дает она вот так отбирает вот так вот чем суть вот почему нам внедрили попрошайничество что нам дает вот так отбирает вот так и возможно даже не у нас а у наших детей наших внуков через здоровье через еще что-то это не значит что мы должны исключительно полагаться на свои как бы там силы да у нас есть божественная поддержка у нас есть поддержка нашего рода но ее тоже надо заслужить а как когда мы садимся за стол мы эманациям нашей пищи можем помочь до нашим предкам нашим родителям если они уже не живы нашим бабушкам дедушкам кто уже ушел про 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 и вот всем кто про мы накладываем руки на пищу просто вот сверху так и произносим предки наши ешьте с нами предки наши пейте с нами все что мы добыли сами мы разделим это с вами простые слова проговорили сели за стол покушали до условно то есть вы не просто так сами а вы еще чтите рот и вы его приглашаете свое поле то же самое с богами когда вы просто дай 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 вот это дойка бесконечная мы съедаем бога его силу а если мы ради и если мы изучаем вы еще больше получаем потому что все равно этот энергообмен существует в априори понимаете поэтому тем кто дает позитив мироздание он даже еще больше получая чем те кто попрошайничает потому что те кто попрошайничает они действительно выпросят не получит но что будет это большой вопрос поэтому я просто расскажу как было в наших предков нашего предка была следующая Значит, были периоды богов внутри календаря, то есть, во-первых, у нас календарь делился строго на 30 дней, в каждом периоде по 30 дней было деление на два бога, ну, периоды на коротенькие, по шизничке, вот, и в эти периоды мы родили, мы производили ежедневное дание дании, то есть это хороводы, просто хороводы, это не вот это, что там говорят, что мы там кого-то сжигали, какие-то жертвоприношения, этого ничего не было, ну, потому что наши предки, они даже не ели мясо, не говорят же того, что кого-то там в костре сжигали, но не суть, были два раза в месяц по этим двум богам благоденствие, когда благой день, и на нас это благодать спускалось, понимаете, то есть вот этот круг кровообращения, мы что-то отдавали и что-то принимали, и это было гармонично, понимаете, поэтому каждый раз, когда вы вызываете богам с мольбами, это заканчивается, конечно, вам всё дадут, конечно, но вы должны понимать, что лучше всегда всё через инструменты, через свой труд, через своё осознание, через своё родение, через свои позитивные эмоции, осознавать, знать и понимать, потому что если вы будете поддаваться вот этому попрошайничеству, особенно если вы в христианстве, особенно если вы там где-то ещё, а везде, практически во всех религиях у нас попрошайничество, то имейте в виду, есть грань, когда вы вроде всё попёрло, всё хорошо, а потом резкий провал, так вот резкий провал, это потому что с вас плату взяли, ну вот так, всё достаточно просто, поэтому анатомия эгрегоров построена на том, что она действительно покровительствует, ну в каких-то, может быть, даже экстренных случаях, да, и вдруг фартить начинает, но этот фарт, он всегда платный, а у наших предков всё всегда было на уровне понимания процессов, дерево впитало влагу и, соответственно, испарило, капелька выпала, испарилась, да, мы, например, скушали, это из нас вышло, да, то есть у нас нет застойных явлений, всё всегда проводимо, всё всегда ощутимо, так вот для того, чтобы это всё работало нам во благо и было нашей силой, мы должны меньше попрошайничать, больше родить, больше проявляться, как люди, как человеки, искать, в чём наше несовершенство, над этим работать, чтобы у нас возникло ощущение безупречности, и тогда всё будет потихонечку ладиться, ну вот так. Я уж не говорю, что всем надо бежать от древнего православия, потому что это всё равно нужно определённый склад, ну не ума, но души, наверное, какой-то иметь, помнить, кем мы были в прошлой жизни, какие у нас были великие достижения, потому что если мы не помним себя, какое нам там древнее православие. Но в целом я считаю, что модель по образу и подобию всего и вся, она живая, всё остальное это уже нонсенс и поломка в энергопотоках, которую система не допустит. Она всё равно будет с паствы слизывать то, чего она даже не понимает, что она отдаёт. Ну хорошо, я вас благодарю, что заходите на мой канал, пусть у вас всё ладится и получается, всего доброго!